Всем привет, я Монстровед! И сегодня я буду рисовать еще одного гибрида. Он будет очень необычный. Не то чтобы крутой, но соединение прикольное. Первый дракон с тайной, который может с друзьями создавать отличные фигуры. Ночная жуть. Второй дракон из класса водный, и плюется кипятком. Кипятильник. Название дракона я уже придумал. Его будут звать Ночной кипятильник. Ну что ж, приступим к рисованию этого дракона. Я его буду рисовать на целых две страницы. Вы смотрели сериал Удивительный мир Гамбала? Там есть черепаха, которая живет сто лет. Так вот, мой дракон очень похож на это ужасное и злобное животное. Только Ночной кипятильник очень добрый дракон и не станет убивать зря. Начнем с длины. Длина этого дракона равна полуметра. Их много. В стае около ста особей. Глаза от Ночной жути, чтобы наш гибрид видел неимоверно далеко. На носу два рога. А у подбородок видоизменился. Он стал большим и надутым. Там наше существо хранит воду для экстренного выплескивания. Лапы очень маленькие. Так что, когда у них надут живот, они не могут ходить, а только летать. На хвосте им находится небольшой хвост булава. Для отпугивания других животных, если дракон один. Шея длинная, и дракон может плеснуть кипяток во врага, даже если он летит сзади. Позвоночник покрыт крошечными шипами, которые стоят без пробела. Крылья, как у кипятильника. Много перепонок и без шипа. И последний цвет. Верхняя часть тела черная, а брюхо мятно-зеленое. А вожак полностью мятно-зеленый. Теперь переходим к его деятельности в жизни, чем питается. Как я уже говорил, наш гибрид-стайное существо. Без вожака стая сразу распадается. Драконы очень легко приручаются. Надо всего лишь дать им понять, что ты хочешь им добра и не представляешь опасности. А потом покормить. Чем эти драконы питаются? Только рыбой. Эти драконы очень полезны в деле. Они могут создавать из своих тел не только копии драконов, но и любую нужную вам конструкцию. С этими драконами можно добраться до любой точки пространства. На них можно даже летать. Обитают эти драконы только на суше. И обитают они на драконем крае. Кстати, именно рыбий ног нашел этот вид. В той пещере с вожаками обычной ночной жути. Он никому не рассказал и сам приручил целую стаю. На них он добирается в труднодоступные места для изучения неизвестных растений и предметов. Лишь мне, как коллеге в науке, он открыл секрет. Я делал все, как он говорил, и отыскал вторую стаю ночных кипятильников. С помощью стаи можно даже перебраться через пропасть. Они просто создадут небольшой мост, по которому я пройду. Незаменимый вид для исследователей. Ведь, например, ночная фурия не сможет парить на одном месте в тесной скале, а они смогут. А вот инструкция по поиску этого существа. Эти драконы любят очень влажные места. И селятся подальше от людей. Любят переменную темноту. И обожают много шума. Вот по этим четырем пунктам ты можешь искать целую стаю. Если найдешь, сообщи мне, чтобы я составил статистику особей этого гибрида. Вот такой дракон у меня получился. Добрый и многочисленный. На этом все. Также подписывайся на мой канал, страницу ВКонтакте и в Инстаграм. И еще. Заходи на мою страницу фанфиков. Ссылку ты можешь видеть ниже. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok